Движение по реконструированной улице композиторов Воробьевых открыто уже больше недели, а с этого дня передвигаться по ней удобно не только водителям, но и пешеходам. Им не нужно больше обходить тяжелую технику и портить обувь агравий. Завершился последний этап работ благоустройства. Сегодня по одной из старейших городских улиц прогулялся глава Чуваши. Сопровождала его наша съемочная группа. Визит главы республики и других представителей власти на улицу композиторов Воробьевых начался не с перерезания красной ленточки, а с указаний на недоделки. Так, к примеру, в новом асфальтном покрытии Михаил Васильевич заметил следы от дамских каблуков. А кое-где осталась недовольна установкой люков, канализационных и тепловых колодцев. Впрочем, подобные недостатки движению никак не мешают. Их в самое ближайшее время обещали исправить. Этот относительно небольшой участок значение для города имеет огромное. На этот участок, участок композитора Водя Воробьев, выделено 88 миллионов. Это средства дорожного фонда, это средства бюджета города. И для нас этот участок очень важен, центр города. Это идет продолжение улицы Калинина. Три этапа мы ремонтировали. Вот продолжение ремонта улицы Калинина. Следующий этап дальше у нас это и Московский мост ремонт, и Московского проспекта. Продолжение вот этой трассы. И поэтапно эту работу будем делать. Чтобы неудобства для горожан были минимальны, работы вели даже ночью. Глава Чуаши поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции. Я хочу всех вас поблагодарить за ответственный подход, за результаты работы. Ибо для водителей появилась отдельная полоса для общественного транспорта, кармашки и для пассажиров определенная тоже комфортная среда. Специалисты отмечают, полностью от пробок эта реконструкция город, конечно, не избавит. Однако на данном участке ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.